Привет друзья! В России восстановят советский 68-тонный супертанк ИС-7. После реставрации танк вернется в первый павильон тяжелой танки из Саус СССР, танкового музея парка Патриот. ИС-7, называемый также Объект 260, считается одним из самых мощных отечественных танков. Всего их было построено 6 штук. Разработка танка началась летом 1945 года. Танк был вооружен 130-мм нарезной пушкой С-70. Также имелось два пулемета КПВТ и 6-7 62-мм пулеметов РП-46. ИС-7 был оснащен автоматом заряжания с электроприводом. Это доводило его скорострельность до фантастических для 1940-х годов, 6-7 выстрелов в минуту. Танк имел 150-мм лобовую броню. Ее не пробивала не только 120-мм пушка немецкого танка Маус, но и собственное 130-мм орудие С-70. ИС-7 был оборудован автоматической системой пожаротушения, рассчитанной на трехразовое включение в случае возгорания танка. Она устанавливалась в моторно-трансмиссионном отделении машины. В феврале 1949 года в СССР было принято решение остановить все работы над танками, вес которых превышал 50 тонн. На этом история ИС-7 закончилась. Мощность двигателя танка 1050 л.с. Максимальная скорость по шоссе до 60 км в час. Запас хода по топливу 300 км. Экипаж 5 человек. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.